вот с оперативкой мы порешали теперь у нас возникает другой вопрос вот убрать вот это вот блывание да и обратите внимание по-прежнему она начинает тормозить если я картинки смотрите видишь вот она скачет анимация здесь не поможет да здесь просто она не успевает уже рисоваться вот понятно да ну то есть соответственно чтобы она теперь начала нормально рисоваться нам нужно вводить дополнительную логику на ну то есть первое что нам нужно делать и самое простое на самом деле это за кадр мы устанавливаем одну картинку да легко вот соответственно теперь будем знакомиться на то есть ребята что я сейчас рассказываю грубо говоря она уже выходит за грани ну того чем вы скажем будете заниматься мы просто вот таким образом все посмотрите на подходы к архитектуре и на то как нужно делать да как можно делать значит для того чтобы отследить когда именно у нас происходит кадр какой-то нам нужно следующее сделать нужно посмотреть на класс царь дисплей линк значит царь это часть кварца то есть того же самого где леер находится да то есть более низкий уровень что она делает оно грубо говоря вызывает коллбеки да и по этим коллбеком оно вызывается каждый раз когда происходит отрисовка нового кадра да можно указать например фрейм интервал да ну то есть это сколько будет оно вызываться через сколько кадров то есть например фрейм интервал равный одному это будет вызываться на каждый кадр хайны он интервал равный двум будет вызываться на каждый второй фрейм-интервал, равный 3, будет вызываться на каждый третий и так далее. Понятная логика, да? Будет вызываться, ну вот смотри, здесь таргет, селектор. Но теперь давайте представим следующую ситуацию. Нам-то по своей сути, предположим, мы в нескольких местах хотим слушать, затем, когда происходит именно отрисовка, да? Что для нас это значит? Это значит, нам нужно создать несколько дисплей-линков, да? Положить в разные классы эти дисплей-линки, вот, как в пропертии. Добавить их в run loop, ну как сами видите, да? И оно тогда как-то будет там работать. Является ли это удобным? Нет. Нет. А что бы было более удобным? Чтобы он был один. Чтобы он был один. Нет, ну может быть несколько, если он в рамках другого программа, он определяет, какой он работает. Это просто оно подключается к моменту отрисовки, просто вызывается эта штука. Ну, то есть, как и что для нас все это значит? Для нас тогда получается, что дисплей-линк, да? Нам желательно во что-то обернуть. Во что? А расширение для Windows. Жесть. Как окно связано с дисплей-линикой? То есть, знаешь, ну, а кто на главный по отрисовке? То есть, это Windows уже, что отрисовало? Но какая тебе разница, кто главный по отрисовке? Если тебя в данном случае волнует не отрисовка, а получение хеллбека перед каждым кадром, который будет рисоваться. В каком-то месте надо его один раз запустить, все остальные должны к нему обращаться. В каком? В деликате. Неправильно. Тогда в контроле. Неправильно. А если у тебя несколько контролеров? Тогда в деликате. Неправильно. В Windows неправильно, что было как деликат. Не Windows, а Windows, Юра. Windows – это операционная система. Нет, так у нас единственная точка программы, это через деликат, который подключается. Неправильно. Уже сказал неправильно. Можно и не повторять. Нам надо отрисовывать тогда, когда меняется модель. Это не привязывайтесь к моделям сейчас и так далее. Нам нужно как-то решить, как вот этим пользоваться, дисплейлинком. Как бы им было удобно пользоваться? Может быть, какой-то батон, если ты получаешь банк против банка, как программа, то есть получить по классу дисплейли. Нет. Еще варианты? Какое-то мнение там запустить. Нет. Ну, мужики, как было бы удобно им пользоваться? Удобно пользоваться, если беспределиться. Просто логика. То есть у нас где-то мы запустили его, он раз там в секунду, раз в кадр, ну сколько там поставили, но он выдает какой-то callback. Правильно. Поэтому callback, в принципе, мы же не знаем, что должно произойти для этого callback. То есть этот callback должен, все приходится, придется сводить в эту одну точку callback. Давайте сначала разберемся с тем, где он создаваться должен. Я думаю, это будет на главной бюхе или категории для бюхи, что мы допустим... Неправильно. Можем получать вопросы. Неправильно. Ну, не в делевателе. Естественно, не в делевателе. И в этом праве. И не в контроле. И не в юхе, и не в модели. Что ты сказал? И не в юхе, и не в модели. Ну, а почему сразу не в модели? Да ты сказал не думать о модели. Я сказал не думать об имячик модел. Ну, я же говорил, что у нас меняется модель. Нет, ты начал думать об имячик модел. О том, как уже конкретно привязать. Какой-то высшестоящий модель. В какой? Ну, у нас мы все работаем с моделью, с юзером. Значит, юзер? Нет. Может, это название? В модели. Мысль правильная, что в модели. В какой модели? Да в отдельной модели. Так же проще? Да. Теперь, определим, что это у нас будет такое. Что оно будет уметь? Что ему нужно уметь? Как минимум, как же наблюдатель не садит. Обзоруба объект сам это знает. А, он знает. Ну, задержка будет, да? А, да. Зачем? Первое. То, что я уже указал. Вам нужно получить... Установить, точнее, чтобы вы могли установить интервал кадров. Так же? Хорошая ли мысль устанавливать его в пропасти? Ну, мы уже с вами определили, что дисплей линк должен быть одним. Предположим, у нас часть хочет получать раз каждый кадр сообщения. Часть хочет получать сообщения раз в два кадра. Часть в смысле? Чего? М? Телли? Да. Ну, часть наблюдателей. Если мы здесь будем менять фрейм интервал. Не является ли это опасной ситуацией? Не является. Сеттере. Ок. Сеттере модели не пойдет. Фрейм интервал. Теперь дальше. Нам нужно знать хотя бы, какой он его интервал. Первое. Второе. Ну, там... Ну, кому-то нужно каждый кадр получать сообщения. Кому-то раз в два кадра. Кому-то раз в три кадра. Ну, а почему-то? Потому что они будут... Ну, предположим, мне не нужно каждый кадр обновлять какие-то данные. Я хочу их обновлять раз в два кадра. То есть, на одной, там, Vue будут с одной скоростью, на другой с другой. Не обязательно связано со Vue. Это может быть отрисовка. Это может быть что угодно. Может, у нас просто какая-то сложная операция. Если мы будем каждый кадр рисовать, то у нас будет слишком много процессорного времени жраться. Угу. Вот. Таймстэмп. Ну, он нам, по своей сути, не нужен. Вообще. Угу. Ну, и все остальное. То есть, инвалидейт, убрать его из ранду, подавать ранду. Это все, конечно, хорошо. Но, опять же, пусть этим занимается сам дисплейлинг. Угу. Теперь. Что нам не помешает? Первое. Какой метод? Ну, составит этот дисплейлинг. С каким именем? Единичный садар. Сто будет 50. Это правильный ответ. С каким именем? Дисплейлинг. Просто дисплейлинг. У вас дисплейлинг. Я думаю, если... Еще раз, я напоминаю, у нас один дисплейлинг, а все приложение. Мы уже с вами это обсуждали. У вас дисплейлинг. Шэд дисплейлинг. Общий дисплейлинг. Общий дисплейлинг. Ну, типа, да. Плюс, естественно, не помешает оставить возможность упоротым, да, Создать дисплейлинг со своими нужными ему параметрами. Угу. Один базовый. Это как у нас было где? Вот, в МНЖ модула. У нас есть зашаренный диспетчер, да? И еще мы можем просто так создать отдельно. Если захотим. Угу. Соответственно. Ой, извиняюсь. Еще что-то надо? Ну, а сам ковбэк. Блок. 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 что у нас там по лексике давайте лучше посмотрим неплохое название Юрий растешь над собой нормально все равно состояние у нас одно по своей сути да оно будет просто постоянно нам фигачить это состояние кроме этого давайте подумаем если мы хотим делать интервал фреймов да то соответственно мы как этого можем добиться создавая просто собственный дисплей линк если нам нужен какой-то нестандартный интервал фреймов можно было бы изворотиться можно было бы observation контроллер доделать блок observation контроллер каким образом чтобы он у нас сам по себе знал через какое количество кадров нужно нотифицировать складывал все необходимую математику из дисплей линка потому что дисплей линк как он нотифицирует на каждый кадр еще сообщают у него есть информация сколько времени прошло с последнего кадра и так далее да вот информацию нам эту в любом случае не получать не помешает получить какую duration frame interval у нас есть уже да пауза это его приостановить нас пока не интересует и таймстэмп таймстэмп это грубо говоря когда последний кадр сработал понятно да соответственно чё для этого нужно новый класс я б даже назвал его так frame info что он себе будут хранить он себе будут хранить дюрейсион первое второе что он должен себе хранить таймстэмп да да nsd это оно по-моему да cd time угу таймстэмп вот и что-то еще надо нет 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 а из меня тогда что да пусть даже так он по сути свои внутренние Тайм-стайм, да? Пошли в реализацию. То есть, мужики, обратите внимание, вот здесь у нас ситуация по сути своей. Точно такая же, как у вас была с таблицей и вашим нотификатором, да? Ты сетер готовишь сложно. Сейчас подетавливаешь сложный сетер. По сути, свои данные, но здесь не в том дело. То есть, у меня была бы возможность как-то передавать эти данные. Можно было бы как-то извращаться, да? Но какой самый простой путь? Имея доступ непосредственно к данным, к дисплей-линке, да? Я просто там же сформирую вот этот фрейм-инфо и его передам. Так ведь намного удобнее, чем по косвенным признакам, как у Юры, да? Пытаться определить что-то. По косвенным признакам в теории это можно сделать, но код получается адовенький, да? А так у нас все здесь сразу прямо есть. Вот так. И здесь осталось прахмачек. Прикрасно. Прикрасно. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, то есть по сути своей, вот у нас сразу будет нужная нам UserInfo Которая будет передаваться Нужно оно не всегда Но если уже понадобится, то понадобится Вот Теперь, соответственно Нужно приступить к имплементации DisplayLink Что нам нужно первое Как Property внутри? Фрейм интервал Не нужен, DisplayLink нужен Сейчас объясню, почему Фрейм интервал не нужен У нас же фрейм интервал есть как Property у DisplayLink То есть мы фактически будем просто динамически его возвращать и все Угу Такое Ну что, почукаем, так сказать, реализовывать. Аксессоры у нас есть еще. Нам нужен дисплейлинк. Почему он нам нужен? Что-нибудь объяснить мне, как кастомный сетер? Он был один раз. А он у нас и так будет один раз. При создании его создадим и все, до свидания. Я так понимаю, никто не успел обратить внимание на это в документацию. Какой вы здесь видите метод? Соответственно, нужен нам кастомный сетер? С таймерами уже все столкнулись. Смотрим, что такое инвалидейтинг. Угу. Вот. Ну, то есть, в принципе, в теории, уже все нормальдос. Но есть одна любопытная особенность. Угу. 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 Грустняшка, да? То есть у нас будет... Для шеат дисплейлинк не страшно, да? У нас ведь есть возможность создать его и не шеат, да? Вот. Давайте пока диспатч... Вот. Уанс напишем. Уанс напишем. Ну, кто у нас там был? Вот он. Статик NS integer const, ну, например... Сам дисплейлинк просто NSM integer получает. Смотри. Видишь? Причем, собственно говоря, не совсем понятно, почему не U. Потому что этот минус... Он не поймет нормально. Ну, что, что, будет вообще какая-то какая-то... Да, вот я же говорю, поэтому он не поймет минус. Поэтому непонятно, почему так. Синвултонный метод у нас есть. Делаем унит. Да. Делаем... 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 Продолжение следует... Он дисплей линк, да? Теперь второе, что нам нужно здесь делать... После того, как мы его установим, нам бы его хорошо добавить в RunLook, да? Но вновь возникает одна любопытная особенность. Которую необходимо прочитать. М-м-м... Ладно. Сделаем тогда... Ну, следующий вопрос. Значит, ну давайте для начала просто проверим дисплей линк. Как он будет работать с фрейм-интервалом, установленным после того, как... Он скидывал, он скидывал, он скидывал. М-м? М-м-м... М-м-м... Да. По-моему, просто хреново работать будет. Раньше было грустно с этим. Если уже добавили в RunLook. Наверное, поэтому мы все-таки, Андрюха, сделаем по твоим научениям. Ой! Та, блин! Пусть все-таки будет и разумен так же. Но если шо? Че она мне подсказку не отдавила? И после этого что нужно сделать? Приоттачить его к рамбопу также. Сейчас я гляну. Просто дефолт англопнуть. Вот такая фигня, да? Теперь, если мы хотим его создавать копией. Ну так грубо, я просто через и нету из frame interval напрямую, да? В чем для нас есть опасность? Утечки. Мы же только что посмотрели, что у нас display link retain свой объект. Для нашего display link, грубо говоря, shared, да? Ему плевать, он один на все приложение живет, пока живет приложение, да? Чего нельзя сказать о других? Угу. Угу. Если он Samsung и обладает, да? Он будет владеть display link'ом. Ну, наш, IDP display link. Он будет владеть display link'ом, который будет владеть нами. Именно поэтому документацию нужно очень внимательно читать. Они это даже не выделяют шрифтом каким-то особо. Угу. А retain loop'ы на пустом месте. Тогда пусть с Apple будет тоже бить инструмент, чтобы не было. Ну, значит, есть несколько вариантов, да? Классический. Значит, вариант первый. Предоставить снаружи метод invalidate, да? И метод invalidate будет заниматься у нас следующим. Метод invalidate у нас будет проверять, не shared это display link, если shared display link не делать ничего. Если не shared display link, то тогда просто производить у нашего display link'а invalidate, да? Плюс еще нужно и property. Invalidated или не invalidated, да? Удобно? Нет. Вообще нет. Значит, есть второй вариант. Вик-референс. Вик-референс. Но только вик-референс, он уже должен здесь быть непростым. Ну, то есть, что у нас должно быть? Вик-референс должен хранить нас. Он же должен реализовывать вот этот вот селектор, например, да? И потом по этому селектору дергать такой селектор у нас. Понятно? Это позволит нам разорвать связи. Эти, как я не стесняюсь, создаю реально много объектов. Что? Нет. Нет, что уже где-нибудь есть вообще. Ага. Подождите чуть-чуть еще. Черт. Ждем. Еще не вечер. Ага. О! Референс. Угу. Вик-тр örм. Ждем. Класс по своей сути Для нас будет он приватным Давайте определим Что у него будет за поля Первое Какое оно будет Ассайн, ретейн и кто там будет лежать Но он будет стронг для дисплейлинка Стронг для дисплейлинка То есть чтобы у нас дисплейлинк Завладел дисплейлинк референсом Вик В публичном интерфейсе будет? Да или нет? Мы же можем спокойно лазить повсюду Ну то есть лишняя защита для себя В первую очередь Чтобы мы знали просто что Не надо его менять Ридонгли Ридонгли Раз Публичный метод Который будет вызываться у таймера Два И три Честно Средонгли Проперти Создать его может Ну вот такая вот фигнюшка Пошли вовнутрь Теперь уже понятно Почему я вам рассказывал О этих всех референсах Хотя можно было напрямую Использовать хештейблы Ну там эти Мап тейблы Или как они называются И так далее Хештейбл 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 И мап хештейбл Можно здесь еще указать Что мы еще и в них Ну пошли в реализацию Вот такая красота Есть второе Он дисплей линк Ну Я степлю Поскольку я не хочу Подключать Хедер кварца сюда Я просто сделаю Его видом И собственно говоря Теперь Третье Что нам Придется сделать Это вынести Вот этот метод В публичное поле Вот Значит Вынес я его Публично Здесь просто Приключил его через класс Ну и посмотрим Что у нас должен делать Рефененс Он должен сделать Примерно следующее Забыл его подключить Хоп Теперь давайте Собственно говоря Слегка доделаем Нашу часть Первое Ну уже как-то Не кошерно Чтобы это было Выните Просто Кодом Но Второе Нам нужно Подрубать Display Link Reference Да Третье Вот так Только что Мы избавились От Retain Group Каким образом Произвели разрыв связи Причем Произвели Разрыв связи На том уровне Что у нас Display Link Хранит Display Link Reference Да То есть Display Link Reference Будет жив В то же время Мы В случае чего Имеем следующую возможность Мы храним Сам по себе Display Link Который нас Не хранит Retain Loop Нет Угу Что мы раньше Так делали В смысле Ну создавать Понимаешь Как бы Когда есть возможность Использовать Например Stangify Викифай Да Создавать для этого Отдельные инфраструктурные Объекты Они разные Для всех Да Это геморрой По своей сути Согласен То есть Можно было бы Конечно Использовать ADP Reference Например Там Вик Референс Да Вот Его закидывать Просто в блоки Использовать Как-то И так далее Но по своей сути Проще использовать Реально Stangify Викифай К тому же Оно Становится Более читаемым С той точки зрения Что ты там Видишь Внутри блока Тоже Салф Просто Ты должен Обратить внимание Что если там Стоит Stangify И перед этим Был Викифай То на самом деле У тебя не будет Retain Лупа От этого Вот и все Угу Вот такая вот У нас штучка Получилась Ну и последнее Что осталось Сделать С Display Link Мы пришли Нам пришло Сообщение Какое-то Что нам Нужно сделать Ну Нам пришло Сообщение Что появился Новый фрейм Соответственно Соответственно Да Set State Кто у нас там State DpD State Frame Refresh Что у нас За объект Что у нас В нем Есть Первое Первое Что у нас В нем Есть Это Его создание И нет With Duration Вот так Кафе Мы получили По сути Свои возможности У нас И синхолтонного Display Link И не синхолтонного Display Link Угу 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 Что я не слышу Восторга И взрывов Бутылок шампанского А? Туристый Систем А? А? Такая ошибка Это потому Что я когда скроллил Оно обалдело Угу То есть теперь Те кому нужен Display Link Просто Отключаем его Как От серлера А если допустим Будем рассчитывать Что Даже Если в каждой кадре В одной зоноске Это будет много Может быть Вы только что Рассказывал О фрейм интервале Ты меня чем Слушал Я это послушал Но Это все Экспериментально Определяется Ну Это определяется На уровне Уже Готового Приложения То есть Иногда тебе Не стоит Скажем Что Рисовать Самый банальный Пример У тебя есть Трехмерная Игрушка Ты знаешь Что у тебя Процессор Не вытягивает Все расчеты На 60 кадрах Секунду Спусти До 30 Сейчас По умолчанию А если Нужен Какой-то Частный Случай Frame Интервал Равно 2 Например Нужно Создавать Отдельный Дисплеймен Может Просто Там Реагировать Не на Каждый Для Каждого Обзервера Тогда Нужно Описать Свою Логику Это То О чем Я говорил Единственный Способ Это Отнаследовать IDP блок Обзервейшн Контроллер Одна Не Обзервей Например Поставить Какую-нибудь Статическую Переменную Которая Будет Считаться И Каждый Для Каждого Обзервера Своя Статическая Переменная Будет Реагировать Например Процент 2 Процент 3 Процент 4 Это Нужно Уже Делать В блок Обзервейшн Контроллер Тебе Нужно Не Только Фреймы Подсчитывать Да Тебе Еще Нужно Подсчитывать Дюрейшн И Таймстемп Не Что Фрейм Не Смотри Сейчас Он У нас Наблюдаемый Объект Наблюдаемый Объект Который Каждый Фрейм Выкидывает Нотификацию Правильно Тот Кто Наблюдает Знает Что Каждый Фрейм Приходит Одна Нотификация И Там Написать Войм Что Он Реагировал Не На Каждый Нотификация Это Невыгодно Это Невыгодно С одной Причины Потому Что У тебя Всюду Будет Почет Делить На Два Делить На Три В разных Контроллерах Разные Тут Анина Опять же Наблюдая За Дисплей Линком Это Уже Вопрос Дисплей Линку Он Должен Решать Это Здесь Просто Я же Говорю Мне Просто Лениво Писать Да И Нам Не Нужно Для Текущей Задач Чтобы Этого Добиться Нам Нужно По Своей Сути Обзервейшн Контроллер Блок Обзервейшн Контроллер Относледовать Чтобы Он Хранил В себе Фрейм Инфо И Контроллер Не Делится На Без Остатка Количество Фреймов На Фрейм Интервал Значит Соответственно Что для нас Это значит Он Не Сработал Что Для Нас Это Значит Нужно Прибавить Дюрэйшн Но Не Устанавливать Таймстэм В тот Момент Когда Без Остатка Делится Нужно Сначала Всех Нотифицировать Потом Обновить Таймстэм После этого Потому что Это Предыдущего Кадра Если у тебя Три кадра Назад Был Да То Вот У тебя Стал Новый Нужно Соответственно Его Установить И Не Здесь Вот Можно Делать Подсчет Именно В Наблюдающих Присущностях Да Это Очень Плохая Практически Хорошо А дальше У нас Есть Мобиль Которая Выкидывает На Нотификация Каждый Фрейм А как Теперь Объединить С нашим С Кем Ты будешь Экшн Делать На Каждой Нотификации С моделью Нам его Объединять Не надо Ну С Нотификацией Модели С Нотификацией Модели Нам его Объединять Не надо Ладно Завтра Смотрим Как Нашим Выпьется Ну Смотри То есть Есть Первый Вариант Ну То есть Мы Можем Принудительно Остановить Загрузку Да Всех Ну То есть Хартина Пока У нас Не Произойдет Нужна Нам Логика Да Ну То есть Пока У нас Не Произойдет Установка В 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 На Уровне Нотификации Но Такое Себе А вдруг Тебе Эта Картинка Нужна Не Для Этого Не Для Отображения Вдруг Тебе Эта Картинка Нужна Для Для Того Чтобы Ее Обработать Как То 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 Следить За Связкой Вида Его Проперти И Модель То Есть В данном Случа У нас У вида Модель ImageModel Если У нас Сохраняется Та же Самая ImageModel Да И У нас Ну вот Пока Дойдет До нее Очередь Пока Да И при этом Кроме того Что у нас Сохраняется Данная ImageModel Еще и Модель Загружена Мы Кладем Иначе Если у нас Грубо говоря Пришла очередь Она Сравнивает ImageModel И значения Проперти Уже Отличаются Она Ничего Не Кладет То 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 По Срабатывал День Время Да Ну то есть По сути Своей Нам Нужно Чтобы срабатывала вот вот это хрен сейчас вот это Юра со 104 по 105 строку нам нужно чтобы это срабатывало в течение одного какого-то кадра при этом по хорошему нам бы было крайне комфортно если бы по сути что это такое это пара первое наш вид второе image для КВЦ третье это наши данные наша картинка четвертое это собственно говоря текущая модель то есть если вдруг получается так ну то есть мы текущую модель да владеем ей но в то же время передаем мы ну она виговая грубо говоря передаем мы картинку да как картинку для установки и просто нам нужно следить и просто нам нужно следить если вдруг у нас до того как начало все работать случилось так что картинка уже не нужна да то вот это для нас значит что нужно картинку убить понятен смысл? такая развлекушка завтра продолжим текущая текущая текущая